Добрый вечер всем! У нас сегодня 14 сентября 2024 года. У нас без 10.10 вечера. Знаете, думала и размышляла, делать мне сегодня видео, ну, записывать видео, не записывать видео. Что-то, знаете, думаю, ладно, короткое. Вчера короткие видео делала. Сегодня там несколько коротких видео у меня получилось. Думаю, не буду пока выходить, как говорится, в эфир, рассказывать вам тут о нас. Вроде все одинаковое, все такое, знаете, ну, обыкновенная, обычная жизнь. Вот, но потом сама себе сказала, ну, думаю, если уж сейчас опять ничего не скажу, тем более какие-то идеи-то крутятся в голове, вот. Потом вообще разленюсь, мне вообще не захочется ни о чем рассказывать. Знаете, какая-то бывает, вот, чем-то занимаешься, то есть долго в эфир не выходишь, и потом, ну, долго-недолго, я как бы стараюсь все равно не расслабляться, каждый день что-нибудь вам о чем-нибудь и рассказывать. То есть, ну, так это, как говорится, мое уже хобби, вот эти все эфиры, эти все маленькие небольшие видео, мои рассуждения. Ну, как бы не об этом, а разговор, разговор о том, что, ну, опять же, благодарю вас сердечно за все, что вы там мне пишете, что вы смотрите мои видео, короткие видео мои тоже посмотрели. Я смотрю много людей, как бы, ну, много просмотров моих коротких видео. Вчера мы гуляли с Жанлюком, ездили опять в наше средневековье туда, куда я очень люблю, где я черпаю вот эти свои силы. Я каждый раз вам об этом говорю, и действительно это так. Я там хожу, посижу, посмотрю, он со мной тоже вместе дышит, полный, как говорится, грудью. Я вам рассказывала, что некоторых пор у него что-то с дыханием, ну, то есть с, ну, как, какие-то приступы астмы или, в общем, не знаем, что пока. Исследуемся. Так вот, мы туда ходим, вот это вот средневековье, в этих лесах, и там леса недалеко у нас, города Мирван, вот эти все, знаете, там и хвоя, я посмотрела, хвойные деревья и, в общем, другие какие-то тоже хорошие, такие, ну, хорошие деревья, которые еще у нас, которые у нас тоже растут, ну, в моих регионах. То есть, так скажем, северные тоже есть, ну, и южные какие-то деревья тоже, знаете, различные, то есть целый лес. И, понятное дело, там и дышится легче, и вот это вот какая-то, знаете, сила от природы берется. А я и сама там прямо, знаете, так отдыхаю морально, ну, и даже, можно сказать, физически, хотя мы прогуляем, смотрим. Я там орешки собираю, еще что-то, ну, вот эти, знаете, маленький фундук. Вот у меня же Люка говорит, да плюнь ты, не собирай так много тут, но я все равно успеваю, пока иду, насоберу себе горсточку орешек, вот. Там, кстати, даже, по-моему, и грецкие иногда бывает, нужно только смотреть, где они растут. Вот, ну, вот такие вот дела. А сегодня у нас после обеда, ну, так как мы сегодня, как обычно, как всегда, в субботу обедаем мидиями, я, как обычно, готовила у нас традиционные эти мидии. И он мне говорит, куда ты хочешь сегодня, что тебе хочется, куда поедем? Я говорю, давай поедем на прогулку ближе к океану. Хочется океан посмотреть, послушать, как он, ну, в общем, прибой океанский. Говорит, в какое место поедем? Я говорю, ну, в какое повезешь, такое и поедем. Говорит, хочешь по песку гулять? Хочу по песку гулять. Поехали туда, где вот у нас песочек, такое место немножко диковато. Я его, ну, затерла там звук, потому что ветер, и, ну, в общем, музыку поставила первое видео, маленькое. Поставила музыку, показала наши вот эти вот места, так скажем. Ну, я уже много раз снимала, ну, каждый раз с вариациями, знаете. В конце концов, океан, есть океан, тут как бы, что бы ни снимал, он все равно одинаковый будет. Так вот, показала нашу суровые вот эти места. Океан, конечно, не теплый, понятное дело, Атлантическое побережье океана. Но, тем не менее, сегодня было солнечно, где-то 21 градус тепла. Хотя вот сейчас ночью у нас опять отпустится до 7 градусов. Завтра опять ожидается тепло. Смотрите, я уже свитер одела, потому что вот уже дожили до того, что мне хочется что-то теплое. Я, кстати, на океан так и ходила, и свитер одела, и еще курточку безрукавую тоже себе, ну, в общем-то, надела с капюшоном. Ну, капюшон, правда, не одевал, на солнышке было жарковато. Жанюк у меня в футболке. Вот, представляете, вот все-таки так интересно, я из тех мест с Урала, где у нас достаточно холодный климат, должна быть вроде закаленная вот к этим вот холодным, к суровому климату, но нет. И так как здесь влажность, я уже много раз об этом вам говорила, он чувствуется совершенно по-другому, не там, где я жила. Мой сухой, вот этот, знаете, холодный сухой климат переносится легче. Вот, поэтому я мерзляка, я здесь мерзну. Так вот, видите, о чем это я? Так вот, мы сегодня там гуляли, значит, я вот это снимала, все вот эти суровые наши места. Но, тем не менее, сегодня вот при этих 21 градус, я смотрю в океане, маленькие дети бегают. Не скажу, чтобы они купались прямо вот, знаете, вот так, допустим. Но вот ноги мочат там, что-то бегают, что-то там смотрят. Вот, очень много было людей, ну, очень и очень. Люди сидят, знаете, смотрят на океан, вот на солнце, вот там. Ветер был такой, ну, небольшой, он северный такой, знаете, ну, не сильный, недостаточно сильный. А вот, потому что когда сильный, там очень и очень холодно. А тут так прям солнышко светит, это все вот в воде отражается. И, в общем-то, так приятно. Очень много было народу. Ну, в том плане, как много, не по-летнему, но вот для этого сезона все равно. Много я вам показала, там компинкаров опять стоит, они везде у нас на побережье. И люди в основном там пожилые, гуляют, за ручку, знаете, друг друга держат. В общем-то, ну, короче говоря, мы тоже прошли побереговую линию. С одной стороны, так, знаете, дошли, а, в общем, сколько можно было дойти, потом обратно вернулись. И, в общем-то, ну, очень медуз, ну, море выкинуло много-много медуз. Он говорит, не трогай их, от них можно, ну, обжечься, говорит, медузами. Большие, это такие, знаете, здоровые. Я, конечно, не снимала, надо было поснимать. Ну, медуза, нам везде медуза одинаковые. Прямо очень большие. Выкинула. Ну, он говорит, они погибнут, их птицы съедят. Вот. Ну, а так вот люди ходят, значит, гуляют, все там стоят. Ну, в общем-то, жизнь такая идет спокойная какая-то, знаете, такая немножко, может быть, монотонная. Вот. И в определенном возрасте уже вот это и нужно. Вот. Не нужно вот какие-то уже телодвижения, так скажем, куда-то бегать, чего-то делать. Уже это не хочется. Я не знаю, конечно, наверное, есть люди, которые в определенном, в моем возрасте еще могут себе позволить там, ну, куда-то бегать, что-то там, как говорится. Энергии много у нас же, не у меня, не у Жанлюка, уже такая энергия стала спокойная достаточно. Там вот хватает прогулки вот этой, то есть подышать вот этим воздухом. Он говорит, я сегодня дышал полным, полные легкие, говорит, набирал вот этого вот морского воздуха. Говорит, очень-очень приятный, приятно. Я тоже, знаете, говорю, дыши, смотри, как хорошо, ходи. И, то есть, вот говорю прямо, дыши легкими. Ну, короче говоря, что мы и делали сегодня. И я, знаете, так думала, раздумывала. Вот часто я ведь читаю ваши, понятное дело, комментарии. И многие мои темы, как я уже вам об этом тоже говорила, они у меня, получается, от того, что вы мне пишете. И вот часто уже, ну, несколько раз я как бы, да и в личном общении знаю, что люди в поисках, женщины в поисках ищут себе, ну, спутника, так скажем, жизни. И многие хотели бы жить, ну, допустим, вот такой спокойной, абсолютно спокойной, размеренной, ну, жизнью, какой может быть живу я. Для кого-то, может быть, она скучная. Скучная, неинтересная, то есть, ну, однообразная, ничего, как говорится, нового. Всё возможно, потому что все мы разные, и у каждого у нас своя, ну, энергия. Вот. О чём я вам и говорила, говорю всё время, что все разные, поэтому друг к другу, знаете, как бы вот подстраиваться друг под друга, кто, допустим, не может, ну, в силу того, что другая энергия, другая жизнь должна быть. Мы просто даже не можем жить, допустим, я не могу жить жизнью такого человека, который очень-очень энергичный. Мне эта жизнь будет, ну, неинтересна, то есть, я не могу в попыхах всё делать. Мне нужно спокойненько, с чувством, с толком, как говорится, с расстановкой жить. Вот. Я уже так сейчас живу. Ну, я стала замечать за собой, что мне больше нравится вот такая, знаете, немножко, как я уже сказала, монотонная жизнь. Так вот, тем, кто, женщинам, которые вот так же, знаете, ждут, ну, как говорится, хотели бы жить такой вот жизнью, хотели бы поменять свою жизнь, допустим, как-то изменить её, ну, там, где они сейчас живут, их не устраивает. Предположим, это тех, кто хотел бы, потому что мне пишут, что вот я хотел бы такую же жизнь, я вот хотел бы найти тоже мужчину, вот что-то как бы спокойно закончить, ну, там, свои последние, как говорится, дни в спокойной какой-то атмосфере, в хорошей, приятной. А вот нужно, знаете, вот, сходила сегодня по этому, по берегу и размышляла, нужно не бояться. Всё-таки, знаете, жизнь, она у нас одна. Во всяком случае, мы не знаем, что будет потом, после жизни, какая, будет ли какая-то другая жизнь или ещё что-то, непонятно. Во всяком случае, это всегда, она всегда останется, ну, тайной для нас. Но в этой жизни вот здесь и сейчас, допустим, то, что сколько нам тут дано, сколько нам, как говорится, ну, наша вот какая-то жизнь, не нужно бояться её менять, потому что мы сами свою жизнь делаем, понимаете, сами своё как бы счастье строим. Это я вот тоже так вот думала, думаю. Знаете, бывает, ну, есть желание поменять свою жизнь, но ещё есть и не только одно желание, то есть не только одни мечты должны быть, для этих мечт и для этих желаний нужно что-то ещё делать. То есть не нужно бояться, бояться поменять свою жизнь, поменять, как говорится, свою страну, возможно, потому что, думаю, иногда говорим, ой, вот, а вдруг там не получится, а вдруг там вот ещё хуже будет, чем сейчас у меня есть. То есть, ну, знаете как, конечно, мы всегда что-то теряем, но и что-то приобретаем, это обязательно. Я вот просто из своего личного опыта, ну, много раз уже говорила и вот повторюсь. Вы знаете, то, что я заканчиваю какую-то определённую свою жизнь, допустим, ну, предположим, когда я жила в России, я вот закончила определённую какой-то этап своей жизни и поменяла на кардинально, можно сказать, на другой этап своей жизни. Понятное дело, что я чего-то и потеряла, ну, что-то же у меня там тоже было и какие-то накопления, знаете, ну, имеется в виду, что-то я там собирала, копила всю свою жизнь, как мы все любим, знаете, какие-то милые сердцевещички и прочее. Так вот, я всё это практически там в той жизни и оставила. Я с чемоданчиком приехала в эту жизнь, вот, потому что у меня были немножечко другие планы, а потом планы взяли и поменялись. Вот, то, что я думала, что я ещё раз вернусь и заберу то, что мне там дорого. Но нет, жизнь, она, знаете, как говорится, по-другому всё распределила. Так вот, 15 лет назад, когда я уехала, больше я туда и не вернулась. Следовательно, там у меня, ну, что-то осталось, понятное дело. За 45 лет моей жизни у меня что-то же было. Так вот, вы знаете, поначалу мне казалось, боже, мне вот этого не хватает. То есть я начинала всё как бы с нуля. Так вот, у меня приобрелось потом больше, чем у меня там осталось. Вот, представляете, за какой-то короткий срок, может, за год, за два, у меня здесь удвоилось то, что было там. То есть у меня ещё лучше стало, улучшилась, так скажем, жизнь моя. Ну, не в плане того, что у меня там ничего не было, а в плане того, что то, что у меня было там, оно здесь появилось, да ещё и появилось что-то. Вот, дальше, когда я ушла от моего француза, первого француза, стала жить Джанлюком, и опять-таки, ну, кое-что взяла, что мне было необходимо, но не всё опять, тоже, то есть сожалела. Каждый раз я говорила, вот надо бы вернуться и кое-что там ещё забрать, там ещё моё осталось. Так вот, что я вам хочу сказать, оно опять здесь у меня накопилось больше, чем у меня было у того француза. То есть, наверное, раза в два, в три, представляете? Я уже не додумываю, господи, половину бы ещё и выкинуть нужно было бы, вот. То есть это копится всё очень и очень быстро. И, знаете, оно приобретается, ну, получается, что вот за пять лет жизни здесь с Джанлюком у меня накопилось, это, он иногда мне говорит, слушай, половину надо бы вышвырнуть, вот. А мне жалко, представляете? Вот такие вот дела. То есть даже если всё начинать сначала, оно всё равно быстро появляется, ну, очень быстро. Что-то такое лишнее, не лишнее. То, что было, оно всё... Сейчас уже я не вспоминаю о том, что у меня было. Думаю, господи, даже если забрать, так куда это всё складывать? Вот. То есть всё ещё и лучше появляется. Этого бояться не надо. Это, знаете, какая-то... Это как бы, ну, как бы вам сказать, это тоже иллюзия того, что вот я приеду, у меня ничего не будет, мне всё сначала нужно будет начинать. Я уже много раз говорила. Единственное, что у меня, наверное, как говорится, ну, о чём я бы сожалею, это о книгах, которые в России остались, о библиотеке. Вот. И то их, наверное, уже сейчас тоже там не собрать. Их нет уже просто-напросто. Их, наверное, все уже, ну, раздали, растащили. И, в общем-то, вот такие вот дела. Поэтому вот единственное, что, наверное... Ну, опять-таки, если бы я их перетащила все сюда, где бы я это всё хранила? У меня здесь хранить негде. Хотя у меня тоже небольшая библиотека здесь есть. Вот. Так что о чём это я? О том, что не нужно бояться, нужно делать, стараться, как говорится. Даже если вы приехали, предположим, потому как, в принципе, мы люди такие, что мы можем жить везде. Ну, опять-таки, нужно найти свою страну. Бывает так, что человек приехал, а страна-то не его. Это тоже, конечно, может быть. Вот это да. Потому что у каждой страны есть своя энергетика. Вот какая-то своя. И если вы попадёте в эту вот, вот, в ваша энергетика, энергия, энергетика, если они сопоставимы вот с этой, с ритмом этой страны, свой ритм, наверное, так правильнее сказать, если ваш ритм совпадает с ритмом этой страны, вы приживётесь. Если он не совпадает, вот вы не приживётесь. У меня, например, с моей Россией, мне кажется, Россия, она какая-то вот там, где я, во всяком случае, жила, я в большом городе жила, а ритм со мной точно не совпадал. Я не попадала в этот ритм, он меня утомлял. Мне всё не нравилось, у меня всё это, знаете, мне казалось слишком, она такая, знаете, ритмичная жизнь, потому что города большие, это всё быстро надо делать было и прочее. Я так всегда мечтала о какой-то такой, знаете, замедленной жизни. Вот. Во Франции, ну, в больших городах, скорее всего, ритм тоже там бешеный. А вот в маленьких, да и то, наверное, он меньше, чем, допустим, в российских городах. Вот. Говорю про Россию, опять же, повторюсь, потому что из России я, вот, сама оттуда. Поэтому и говорю только за те страны, в которых жила. А вот здесь вот, даже из Германии, я уже вам тоже говорила, когда Невецка приезжает, тоже говорит, что здесь вообще какая-то, говорит, замедленная такая жизнь. Вот. Она, говорит, такой интересный ритм. Хотя ей очень нравится. Вот. Дочке тоже мне нравится этот ритм. Ну, тоже, говорит, немножко он такой монотонный, замедленный. Но, тем не менее, тут свой ритм. А тем более вот в таких маленьких городах, где живу я, у дочки, у меня живет побольше город. Вот. Тем более, тут, знаете, совсем уже такой медлительный, такой, знаете, немножко томный ритм жизни. Вот. Поэтому, кому это по вкусу, кто вот мечтает о такой жизни, знаете, спокойной такой, то, наверное, вот нужно это все делать для того, чтобы сюда, как говорится, ну, попасть. Потому что выйти замуж, да, выйти замуж, найти какого-нибудь француза. Мне даже спрашивают иногда, познакомьте меня с французом. А знаете, как знакомить людей с кем-то, вот знакомить, это очень-очень сложно. Думала тоже об этом, но сложно, потому что у нас у всех разные вкусы, абсолютно разные. То, что нравится мне, другому человеку, может, совершенно не подойдет. Скажут, что ты мне подсовываешь, какого-то, допустим, который вроде, вот мне кажется, положительный, хороший, там, все такое, добрый. А он, может быть, совсем не подойдет тому человеку, который ищет. То есть это даже очень сложно с кем-то познакомить, очень сложно. Надо самому искать, смотреть, потому что вот даже то, что разговаривали иногда с моей родной сестрой, то, что такие мужчины нравятся моей сестре, это не значит, что такие же мужчины нравятся им или наоборот. Вот. Поэтому сложно, даже вот тут очень сложно выбирать для кого-то, ну, подбирать, рекомендовать. Ну, наверное, бывают случаи, бывают люди, как говорится, профессионально к этому вопросу подходят, имеется в виду, знакомят, есть такие профессионалы, которые могут подобрать. У меня это очень плохо получается, потому что, как их знаешь, как их вообще поймешь, этих мужчин. Даже мужчины, а вы знаете, они, да и как мы, женщины тоже, каждый человек ведет себя по-разному с другим человеком, то есть с каждым человеком по-разному, с одним вот так, с другим по-другому, потому как мы все очень даже разные. Поэтому и поведение у нас с каждым человеком по-другому мы ведем себя. Вот. Потому как я вот тоже смотрю, даже на Жанлюка, предположим, вот вам опять-таки пример из моей жизни, со мной ведет себя совершенно по-другому, не как со своей бывшей. Вот. Я вот смотрю, какие у них отношения и какие, допустим, у нас. По-разному ведет себя. Со мной он ведет себя как-то более, знаете, ну, как бы сказать, я моложе его жены, и намного достаточно, ну, чуть ли не на 10 лет моложе, чем его жена. И он со мной ведет себя более как с наравных. Вот. А с ней, когда я смотрю, он ведет себя как будто бы, ну, как она его старше. Она старше его на 4 года, поэтому он и ведет себя с ней как более уже со старшей, как старшей сестрой, что ли. А в последнее время он вообще ее называл каким-то именем непонятно каким. Все время, ну, в общем, называл ее. Перепутал даже, как ее зовут. В общем, короче говоря, тот еще смешной товарищ. А вот. Ну, ладно. На этом буду заканчивать мое видео. Видео было о том, что нужно, знаете, как, нужно, ну, проживать свою жизнь. Если проживать свою жизнь, ну, как бы сказать, там, где вы хотели бы жить. То есть не надо бояться поменять что-то в своей жизни. Когда есть желание, понятное дело. Если такого желания нет, то нужно, ну, не нужно ничего и менять. Вот. Так что поймите меня правильно. Ой, всем вам спокойной ночи. Хороших вам, ну, выходных. Потому что завтра, что у нас, воскресенье. У нас опять, у нас обещается солнышко завтра опять. Чуть-чуть повысится температура до 22 градусов. Не знаю, куда мы завтра поедем. Опять куда-нибудь Жанлюка выпрошу. Потому что выспрошусь поехать. Или к замке посмотреть, или еще что-то. Ну, а его, потому как на той неделе он опять в свои охотничьи угодья поедет. Немножко получше ему, чуть-чуть, как говорится. Постучу по дереву, стала. Потому что принимает сейчас эти, знаете, кортизон принимает, короче говоря. Таблетки. Они, конечно, не лечат, но они купируют вот эти вот его спазмы. Астматические, или я не знаю, что это у него. Ну, вот так. Всем вам всего доброго, хорошего. Солнышко над головой мирного. Пока-пока. И очень надеюсь, что до завтра. Продолжение следует.